Здравствуйте! На этом уроке я хочу рассказать вам вообще про железный спорт. Какой он был, какой есть и куда он стремится. Раньше, в далёкие-далёкие 60-е, 90-е годы, в основном был тяжёлая атлетика. Это рыбок, толчок, штанги. Ну, знаете, что это такое. Потом со временем появился такой вид спорта, как бодибилдинг. То есть Джо Вайдер придумал такой вот вид спорта. Соревнования уже проходили совершенно по-другому. Там не тяжести поднимали, а позирование. То есть показ красивого тела. Это направление немножко... У этого направления была ещё и другая часть. Это пауэрлифтинг. Многие культуристы, такие как даже Шварценеггер, иногда выступали в пауэрлифтинге. Что такое пауэрлифтинг? Это три упражнения. Приседание, жим и становая тяга. И кто поднимет больший вес. Вот чем он отличается от тяжёлой атлетики. В конце 90-х годов, уже в начале 2000-х и тому подобное, пошло ещё более новые направления. Это фитнес и бодифитнес. Вот именно сейчас я пропагандирую не бодибилдинг, а бодифитнес. Чем они отличаются? Бодибилдинг – это красивое тело, но очень мощно накачанное. То есть как там определяется? Вот, допустим, у меня рост 186 см. Значит, берём за основу, откидываем 100, 86 кг. И я должен минимум накинуть на 86 кг, ну, килограмм 15. То есть я должен быть за 100 с лишним килограмм, чтобы действительно добиться каких-то серьёзных результатов. Некоторые культуристы, которые выступают на Мистер Олимпия, они весят 130, некоторые 140, там, я что-то слышал, 150 кг. Не знаю, правда это или нет, но массу набирают значительную. Я раньше тоже выступал именно по бодибилдингу. Мой вес самый большой составлял 108 кг, но я дальше чемпионата России не пошёл. Так вот, со временем у меня пришло такое осознавание, что большая мышечная масса меня не так интересует, мне она не нужна. И я ушёл в другое направление, благо оно начало развиваться, это бодифитнес. Чем его особенности какие? Вот, допустим, у меня 186 кг. Я могу набрать 86 кг, выступать именно 86 кг и максимум плюс 5 кг. То есть, получается 91. Если я уже буду весить 91 500, то меня выкинут в бодибилдинг. А там я однозначно проиграю. Вот я пропагандирую бодифитнес. То есть, красивое, мускулистое, сухое тело. Без вот таких вот здоровых бицепсов под 50 или свыше сантиметров. Без громадной мышечной массы. То есть, вот такой вот более, мне кажется, это более жизненный вариант. Есть ещё другое направление просто фитнес. Также проводятся соревнования, как и в бодибилдинге, как и в бодифитнесе. Они на подиуме, то есть, на сцене выступают, показывают позы. Только в фитнесе они выходят с одеждой. То есть, есть элементы стриптиза. Там раздеваются какие-то прыжки, акробатические движения делают. Бодифитнес – это тот же бодибилдинг, просто с маленькой массой тела. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok